здравствуйте уважаемые друзья утро холодно минус 11 но не совсем вопрос буквально перед выходом прочитал я по этому поводу уже делал видео прошлом году но наверное уточню еще раз вопрос о том что правда ли что каждый каждый полгода необходимо сдавать промежуточные экзамены во время учебы собственно и как это выглядит это правда когда ты учишься твой учебный процесс делится на этапы под названием лекционные чтения материалы так тогда приходите в аудиторию и слушайте преподавателя это домашняя работа домашние занятия повторюсь еще раз что система обучения здесь подразумевает что на каждый час в аудитории вы должны 2-3 часа заниматься дома для того чтобы усвоить материал который вам дается в течение семестра и собственно промежуточные экзамены и венчает все финальные экзамены соответственно промежуточные экзамены называется демиссисио по-французски или мид терм а по-английски это будет или экзамен финальный экзамен либо final экзамены собственно таким образом делится весь учебный процесс и что интересно это то что в процессе обучения стараются делать так чтобы вы максимально жестко усвоили материал для этого постоянно время занятий какие-то там моменты повторяются на что-то там ссылаются что там говорили там и так далее и вот как раз экзамены которые мид терм которые демиссисио они направлены на то чтобы вы оба с лишний раз заставить еще подучить почитать там и так далее чтобы вы еще лучше усвоили материал таким образом если вы не учите не читаете в течение условно говоря нескольких первых недель там или последующих несколько недель материал то вы не в состоянии сдать эти самые экзамены здесь реально система построена таким образом что если ты не учишь то ты не сдаешь теперь переходим к части под названием процесс как все это выглядит тоже говорил по этому поводу еще раз повторяю что в канаде вот по крайней мере я за то время что я учился в канаде я ни разу не принимал участие в узких экзаменах все экзамены исключительно письменные при этом есть отличие есть отличие на некоторых факультетах экзамены пишется на специальных тетрадях где ты заклеиваешь свой номер так чтобы это было максимально беспритрастно есть факультеты где собственно это просто пишешь на специальной тетради которые делаются под экзамен свой предмет дату сдачи там и так далее и это сдается там как бы получается менее объективно если мы говорим про эту систему с наклейкой которая заклеивает черный наклей который заклеивает ваше имя то эта наклейка снимается только специальным человеком уже после того как принял экзамены как бы в отдельном совершенном месте в отдельное время потому что человек который проверяет и который оценку ставит и человек который оценку ставит в базу данных это совершенно разные люди поэтому здесь максимальная объективность максимальная защита ваших данных скажем так и что получается получается так что вы приходите каждый там условно говоря 5-6 недель учебы вы назначенное время в аудиторию с вашими одногруппниками садитесь вам раздают эти самые тетрадки специальные тетрадки для письменных ответов на экзамены после этого вам раздают опять же отдельные листочки с вопросами к экзамену и вам дается либо два либо три часа времени обычно моей опять же практики на полносеместровый экзамен и дается два часа времени а на контрольных за этот три часа именно и вот это время вы пишете 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 пишет после того как его написали Вы имеете право уйти в период до 15 минут до конца экзамена Если вы до 15 минут до конца экзамена не выходите, то вы обязаны дожидаться окончания экзамена Отдельно оговаривается, что по этому делу списывать нельзя, это ИШЭК, тебя сразу выгоняет Отдельно оговаривается, что по команде человек, который присутствует и контролирует дисциплину, написание То есть, опять же, не преподаватель сидит с вами в классе, а специально нанят технисьен по-французски Или какой-то там человек из стафа, который просто следит, чтобы вы не списывали и чтобы вы переговаривались Время от времени заходит ваш постоянный преподаватель в аудиторию Вы поднимаете руку, если у вас есть какой-то вопрос, точняющий по формулировке вопроса Он подходит, а он объясняет Если нет, то вы спокойно себе пишете Так вот, этот самый технисьен, который проверяет, он говорит, что по команде экзамен окончен, вы обязаны положить ручку То есть, если вы не дописали предложение, не поставили точку и так далее То это ваша проблема Вы ни в коем случае не должны писать, потому что это будет повод для того, чтобы вас наказать В общем, вот так проходят экзамены И после того, как вы все сдали, примерно через 2-3 недели вы получаете в базе данных в вашем досье студента на портале университета По крайней мере, вот в Шербаке есть такой программой Генот или Женот Программка, где выставляются все экзамены, все предметы И он может посмотреть, насколько вы успели, преуспели и не преуспели в вашем предмете Вот так происходит учеба, вот так происходит сдача полусемастровых экзаменов Черно повторяю, каждые 5-6 недель Все, откланиваюсь, всего хорошего и до свидания, пока-пока